Теневым автомобилистам не скрыться. Ивановское управление ГИБДД объявило охоту на тонированные авто. В течение недели в областном центре регулярно будут проходить массовые проверки светопропускной способности стекол автомобилей ивановцев. Начало тотальной проверки было положено в среду. В настоящий момент на участке дороги улицы Маяковского, где организовано одностороннее движение, выставлено порядка около семи экипажей сотрудников ГИБДД. Проверяется практически каждый автомобиль. И с начала года на территории города Иваново выявлено 543 правонарушения по ст. 12.5.6.3. Примечание 1 Кодекса административных правонарушений как раз таки, в простонародье говоря, за тонировку. По статистике ГИБДД в сравнении с аналогичным периодом прошлого года тонированных автомобилей в Иванове стало практически в два раза меньше. Но они все же есть. И уже в первые минуты рейда в сети инспекторов попался первый нарушитель. Процедура измерения светопропускной способности стекол проста и занимает несколько минут. Светопропускаемость ваших стекол должна составлять боковые 70%, лобовые 75%. То есть невыраженным глазом, скорее всего, видно, что здесь не соответствует. Светопропускаемость между дачками, посмотрите. 14%. То есть должно быть 70%. Нарушение выявлено. Теперь автовладельцу грозит штраф. Кроме того, ему предлагают на месте устранить причину нарушения. Водитель согласен удалить пленку. Вот еще один тенелюбивый автомобилист. На этот раз вместо положенных 70% прибор «Блик» показывает 21%. Будете устранять на месте причину совершения? Не будете. Будет выдано еще дополнительное требование. В течение суток, если не устраняете, если вас вдруг экипаж остановит, уже предусмотрено до 15 суток административного ареста. Несмотря на запреты, касающиеся тонировки, находятся водители, которые не могут отказаться от темной пленки на стеклах. Не пугает их ни риск попасть в ДТП, который, кстати, достаточно велик, особенно в темное время суток, не ужесточение законодательства. Сейчас любовь к тонировке может стоить не только 500 рублей штрафа, но и свободы.